всем добрый день у меня сегодня такое спонтанное видео о воспитании подростков я уже делал видео о воспитании детей она оказалась на удивление очень популярна возможно эта тема беспокоит как тех у кого есть дети так возможно и тех кто только собирается иметь детей вот но о подростках хотелось бы сказать несколько слов вот в контексте одной ситуации и так не да не так давно разговаривал с женщиной у которой как раз двое подростков мальчиков вот ну и конечно же она сталкивается со всем спектром различных проявлений которые выдают подростки вот и наверное на самое первое с чем сталкиваются родители это с тем что дети разочаровываются в родителях и конечно же родители как отцы таки матери очень тяжело это переживает то есть они всячески наказывают детей заставляют их уважать самих себя и так далее вот и в этой связи конечно следует сказать что это то что я сказал этой женщине что по сути то из-за чего она переживает это нормальный процесс потому что дети подростки они должны разочароваться в родителях так или иначе скорее для психоанализа будет большим знаком вопроса если этого не происходит то есть если если дети продолжают восхищаться грубо говоря своими родителями подобно тому как возможно делают это дети вот поэтому моими словами утешения было для нее что возможно процесс идет хорошо что дети разочаровываются в своих родителях и для чего собственно это нужно да возникает вопрос а нужно это для того чтобы разочаровавшись да ну не во всем конечно же да но в каких-то аспектах своего родителя ребенок мог перенести свой интерес подросток мог перенести свой интерес на других людей потому что подростку предстоит войти в другой мир в отношении с другими людьми в том числе выбрать себе партнера да мужчину или женщину и если не произошло вот должного разочарования в родители то этот процесс может быть затруднительным и еще бы я также хотел посмотреть на эту ситуацию с воспитанием подростков со стороны родителей почему собственно родители так переживают когда сталкиваются с тем что подростки в них разочаровываются ответ может быть таким скорее всего ребенок дает родителю какой-то такой идеальный образ самого себя очень часто родители используют своих детей для поддержания своего идеального образа вот и когда подросток все таки начинает противиться своему родителю взрослому то это тем самым разрушает тот идеальный образ который родитель получает образ самого себя от своего ребенка от своего подростка то есть по сути то с чем родители приходят к психологу это не с тем что есть какие-то проблемы у подростка а с тем что есть проблемы прежде всего самого родителя с его идеальным образом самого себя с восприятием самого себя с тем что родитель может использовать своего ребенка для поддержания этого идеального образом поэтому сталкиваясь с различными трудностями воспитания подростком очень важно чтобы сам родитель имел адекватный образ самого себя вне зависимости от того что о нем думает или фантазирует ребенок конечно же фантазии относительно друг друга это неотъемлемая часть человеческих отношений однако все таки возможно до проживание вот этой ситуации трудность подросткового возраста так скажем нормальном состоянии если все таки родитель хорошо понимает например свои сильные стороны свои слабые стороны в чем он хорош в чем он соответственно не так хорош да и все эти вещи ему помогут и ему и соответственно подростку пройти этот непростой этап взросления подростков поэтому подростки становятся своеобразной лакмусовой бумажкой для прежде всего для самих родителей для их собственной субъективности то как они сами себя воспринимают как они сами себя видят хороших вам подростков если вы родители подростков и успешного воспитания подростков им подростков им подростков им подростков им подростков им подростков им Продолжение следует...